Привет! Сегодня смотрим на нож от компании Акос. Это, в общем-то, испанская компания. Ее история началась в 17 веке. Именно в это время в небольшом местечке Альбасете, в общем-то, ставшем центром оружейного производства еще в период средневековья, члены семьи Акос начали кустарным способом изготавливать кинжалы, карманные ножи, ножницы и все такое прочее. Дальше в 1875 открылась уже небольшая мастерская. Ну и, соответственно, сейчас она представляет из себя солидную фабрику, в производстве которой непосредственно производством продукции занимается 500 человек и 300 человек вспомогательного и обслуживающего персонала. То есть компания на данный момент состоит примерно из 800 человек. Данный нож это традиционный японский нож Теба. Для разделки рыбы он предназначается. Значит, написано, что 10 лет гарантии. Написано, что сделана в Испании такая вот коробочка. Значит, коробочка, ну, вполне себе стандартная, так скажем, для кухонных ножей. Но что бы хотелось отметить, что нож сам по себе достаточно нестандартный. Его длина заявлена 17 сантиметров. В общем-то, об этом указано на клиночке. Давайте посмотрим. 170 миллиметров. Видно, что сделан в Испании. Написано НИТРИУМ. Да, НИТРУМ. Как-то так. В общем-то, это сталь прокатная, молибден ванадевая, X45 CR-MUV15, НИТРУМ. Это, в общем-то, специальная технология, которую применяет только компания АКОС. Соответственно, технология это что-то такое дает ножам положительное. Но я так понимаю, что мы, как пользователи, прежде всего, должны доверять тому, что компания начала существование с 17 века и действительно должна понимать, в общем-то, европейская компания, да, тоже толк в стали и в их обработке. Значит, твердость здесь заявлена 54-56 единиц по роквеллу. Опять-таки, это ничего-то такое выдающееся, но, однако, стоит отметить, что для кухонных ножей, как правило, этого достаточно. Я вам могу сказать, что необычная форма клинка, да, вот такой скошенный здесь клинок, он достаточно толстый по обуху. Он обладает каким-то необычным резом, причем я вам скажу, что очень-очень приятным. То есть, на самом деле, нож с такой вот геометрией клинка впервые мне попался и, безусловно, я вам скажу, что меня он удивил. Удивил в хорошем смысле этого слова. То есть, я как-то не ожидал, что нож с таким толстым обухом, а здесь аж получается у меня 3,7 получилось по обуху и сведение от 0,5 до 0,7 миллиметров. Я совершенно не мог ожидать, что он будет настолько хорош. Ну, не знаю, как вам описать эти впечатления, но нож подходит не только для разделки рыбы, а просто вот, ну, практически для всех задач. То есть, нож очень хорошо вгрызается в разрезаемый материал. Такой у него действительно агрессивный рез и очень такой, ну, не знаю, приятный. Как-то вот чувствуется, что он такой весь жесткий. Такое впечатление, что здесь намного выше твердость, чем заявлено. Такое впечатление, что здесь за 60 твердость, да, но именно по резу, когда вот его берешь, такое впечатление, что он какой-то вот прям такой зверюга. Но на самом деле удивительно, да, всего больше 54-56 единиц. То есть, как бы это в современном мире ножи не считается каким-то большим, большой величиной. Но зато, опять-таки, подправить можно будет. Что мне у этого ножа понравилось? Во-первых, я вам говорю, реально геометрия, это стоит попробовать. То есть, вот по впечатлению, прям на уровне можно... Конечно же, уровень разный, но, так скажем, его ощущение вот ножа, да, в плане реза, оно какое-то уникальное и хорошее. То есть, он совершенно другой по сравнению с японскими кухонными ножами, но в данном случае он другой по сравнению с европейскими ножами. Но, по крайней мере, наверное, все-таки решает то, что у меня никогда не было ножа с такой геометрией. И в данном случае вот эта геометрия лично мне очень по душе. То есть, вот прям все, что не делаешь, все очень-очень приятно данным ножом. Ну, не знаю, как это описать словами, то есть, может конкурировать он действительно там с другими ножами, которые стоят намного-намного дороже. Причем это, кстати говоря, большой плюс в отношении цена-качество. То есть, здесь, на мой взгляд, абсолютно разумная стоимость данного ножа, что, безусловно, тоже плюс. Значит, материал рукояти – это ацетальная смола или полиоксиметилен, как-то так. Значит, ну, в общем-то, это такой вот, да, типа пластика. По ощущениям он, ну, не совсем такой soft-touch, ну, такой какой-то пластик, в общем-то. По ощущениям не совсем обычный пластик, как будто такой покачественнее, да, по впечатлению. Но, в общем-то, он там не боится ни температур различных там минусовых, плюсовых, то есть, он не скользящий считается, то есть, рука даже мокрая цепляется за него намного лучше, чем за какой-либо простой пластик. То есть, в общем-то, он рекомендован в использовании в качестве вот таких вот кухонных ножей, которые контактируют с пищей. Это, безусловно, тоже плюс. Значит, давайте посмотрим на его вес. Может быть, кому-то это будет довольно важно. 245 грамм, получается, получилось у нас на весах. Давайте посмотрим на длину клиночка. Ну, в принципе, заявлено 170 миллиметров. Я не думаю, что тут что-то будет отличаться. Да, вот у меня 170 миллиметров так и получается. Тут, ну, общая длина где-то в районе 297, может быть, 8 миллиметров. Вот что получается. Не знаю, как вам описать рез. Дело за то, что показать это всегда не получится. То есть, вы все равно не увидите. Ощущения достаточно тонкие, в любом случае, всегда. Тем более, если мы сравниваем хорошие ножи. Но вот есть в нем что-то интересное. То есть, вот прям если будет у вас какая-то возможность, я очень рекомендую вам попробовать нож с такой геометрией. Лично меня впечатлило. Мне действительно понравилось. То есть, я бы с удовольствием, в общем-то, себе такой нож на кухню заимел, потому что действительно интересный рез. Он такой какой-то вот-вот-вот, ну, не знаю, может быть, ну, не топорик, да? Нет. По ощущениям берешь как будто бы топорик, да? Но когда начинаешь резать, он прям вгрызается. Ну, вот, вот, не знаю, парадоксально, но необычно. Приятное впечатление. Советую. Я думаю, что по форме вот этого вот дэба, да, то, соответственно, как бы можно попробовать и другой фирмы нож. Скорее всего, впечатления будут схожи. То есть, скорее всего, тут решает именно такая необычная геометрия. Но вот, если будет у меня возможность, я еще с удовольствием посмотрю на такие ножи для того, чтобы понять для себя, что же это вообще такой за зверь. Но впечатление прям лучше, чем остальные. Вот как-то, не знаю, лучше. Лучше. Прям понравился. Вплоть до того, что мой Яксель Ран, ну, не знаю, он другой. Другой, но вот он может с ним конкурировать совершенно по-другому. Это, как вы знаете, как спортивный автомобиль внедорожник. То есть, грубо говоря, какую из них лучше? Ну, вот когда вы выезжаете на там трассу, да, понимаете, что да, спорткар все-таки поинтереснее будет, да. Но когда вы выезжаете там на проселочную дорогу, понимаете, что наоборот. Вот они разные, но каждый по-своему хорош. И вот этот нож, как-то вот такое впечатление о нем, он какой-то другой, но классный. Не знаю, как вам стало описать. В общем, попробуйте. При случае попробуйте такой нож, не знаю, возьмите у кого-то. Приобретите, может быть, недорогой такой нож. Попробуйте геометрию. Вот. Мне понравилось. Ссылки будут в описании под видео на этот конкретно нож. Спасибо компании Результативу за то, что предоставили этот нож на обзор. Я не ожидал, что нож меня так как бы кухонный, но нет-нет, удивит. То есть, допустим, нож вот этот меня удивил меньше. То есть, как бы здесь у нас, казалось бы, вот эти все там ситуации. Он там в два раза дороже, между прочим. Но как-то вот не настолько. Здесь что-то вот необычное. Ладно, ссылки в описании. Всем удачи, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова